Заплатите всего 25% от суммы и новые кроссовки сразу ваши, а дальше оплачивайте их равнозначными долями. Долями — это сервис для оплаты частями без комиссии и переплат. Все действия в одном приложении всего в пару кликов. Установите приложение долями и оплачивайте покупки частями и без переплат. Моя задача — доехать из Москвы в Читу. А ваша задача — меня поймать. На этом? Кто меня поймает, тот заберет Феррари. Но если я добираюсь до Читы, то Феррари я оставляю себе. Обасадцы. Я посмотрел путь до Читы, и там есть платная дорога. И он просто сейчас может топить по трассе. И сейчас есть реальный шанс его догнать. Мы хотим действовать расческой. Это называется план расческа. Процент вероятности того, что их найдут за два дня. Не найду. Че-то это, подсказок давно не было. Да, у нас просто есть технические моменты. Аккуратно заезжай. Они выезжают, да? Надо газу, газу, газу. Быстрее, Руслан. Газу, газу дай. Дай газу. Газу дай. Имею в виду, что они могут нас уводить. Нет. Мы, наверное, не все. Более. Мы просто увидели крузак и поехали за ним. Подумали, что... Нет. Мы увидели крузак и через дорогу эвакуатор. И с того. А ты че думал? В сказку попал, блядь? Все, 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 все тачки опостылили мне. Нет, 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 не надо. Больше мне БМВ. Только ты, ты, ты. Ты как на дне. Каплю нафиг. Каплю нафиг. Каплю нафиг. Каплю нафиг. Каплю нафиг. Весь из полей. После последнего нашего включения прошло 3 часа. В общем, мы обратно возвращаемся на платку, потому что мы проехали по этой дороге. Ну, дорога жопу. Это просто не дорога. Для Феррари она не подходит. Так что мы решили вернуться обратно на трассу. Все уже проехали. И они уже даже, наверное, заночевали, потому что время уже очень поздно. Вот. И мы можем поехать по платке. Но они очень далеко уехали, чтобы понимали. Они сейчас, по-моему, в Чебоксарах. У нас там еще связь пропала. Ну, короче, жесть вообще. Мне некомфортно вот с этим ехать, блять. С меткой, ебаной. Что происходит? Что происходит? Грузись, 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 грузись. Давай, 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 давай. Мы в гонке! Не встречали по пути вот такая вот Феррари? Нет? Если не сложно, вот там по пути поедете, может, поспрашиваете, Феррари, не Феррари встречалась? Если вдруг где-то видели, позвоните мне, я вас отблагодарю. Нам надоело ходить, просить всех дальнобойщиков сказать про рации в канале. Пожалуйста, найдите Феррари нам. Поэтому мы идем в кафе покупать собственную рацию. Здравствуйте. Здравствуйте, на рации нужна. Ага, фишка и курюки, то, что нужно. Четыре тысячи антенна стоит? Охренеть, позоряемся. Давайте, ну что делать? И эту, Вадима. Да не надо нам, Вадима. Придурок, Вален, отвечай. Вот теперь успех на нашей стране отвечаем. Я просто не знаю, как так получилось. Мы ехали вообще в Чету, мы гнались за Феррари, но попали к моей маме домой, в мой родной город Розамасов. Блин, как минимум вот этой всей истории можно сказать спасибо уже только за то, что я дома оказался. Я здесь не был, ну там, минимум полгода. Вадима. Здравствуйте. Здорово. Здорово, у нас выбор. Короче, они поехали налево, поедем направо. Мы поедем в Саранск. Я не ожидал, что так получится, но они ночуют ближе к Чете, чем мы. Да, мы сейчас отъедем в другой город, чтобы с ними не пересечься, но завтра они могут, знаешь, если мы в Саранске будем, у них все шансы из Чебоксар вообще перекрыть нам пути потом. завтра нам в идеале доехать до Уфы, а еще лучше в ночь перейти границу с Казахстаном и оказаться в Кастанае. Это вообще будет топ. Тогда им будет сложнее. Я хочу в Казахстан быстрее, блядь. Хочу в Казахстан. Есть кто в Канаве? Прием, есть кто в Канаве? Пацаны, я вас понял, что антенна должна стоять на подлокотнике? А у нас панорама на всю крышу, а дальше везде алюминий. Хрен, куда магнитится? Есть кто в Канаве? В Канаве, правильно. Стой, знаешь, чем прикол? Я уверен, что Дальнобоев это так работает. Маш, скажи ты. Привет, есть кто в Канаве? Че смелел сообщение, блядь. Да-да-да, че случилось? Я тут, я вот, белый ман. Я с этой антенны чувствую себя, как наши родители. Да ладно? Прием, видим, кто синий в Феррари и сзади крузак на трех четверках? Нет, после этого им стало неинтересно. Что ж. Рацию настроили, явно начали ловить какие-то волны. Там одна реклама какая-то крутится и все. Нам никто не отвечает вообще. Ни под какими предлогами. Солярку бесплатно отдадим, помощь нужна. Еще что-нибудь там бесполезняк. Поэтому она как будто сегодня бесполезная. Может быть днем будет лучше. Так, короче, мы сейчас заехали покушать. Я думаю, что мы уже в безопасности. У нас мастерская, значит, в Чебоксарах. Психи там к ним уже подъезжают. И мы от них примерно в 200 километрах. Я думаю, что они не найдут нас. Так что сейчас поедим спокойно, посидим. Короче, что касается метки, которую мы нашли в крузаке. И сейчас такой сижу, мне приходит уведомление. Написано поблизости обнаружена вещь. Айртак. И вот все, вот это вот он. Все это время с нами ехал этот ебаный Айртак. Как я понял, эта метка работает так, что, во-первых, она передает сигнал, когда с ней есть какое-то рядом устройство, например, айфон. И по закону нельзя, видимо, ее подкидывать в качестве слежения. И поэтому наши телефоны ее определили. Но мы не можем найти, где она. Весь крузак перерыли. Просто вот, ну реально, все из него вытащили. Мы там какие-то обшивки поснимали и так далее. Не можем найти. Но явно метко определяется в крузаке вот этот Айртак. Мне кажется, вот кто первый рыпнется в нашу сторону, кто первый к нам поедет, прям точечно прям. Все, значит, это они. Пока никто к нам не едет. Вот в этом-то и дело, понимаешь? Непонятно. Не, на самом деле, за последнее время даже от контейнеров так не кайфовал. Вы понимаете? Просто мы всей командой едем через всю нашу необъятную страну. Охренеть вообще! Какие-то скандалы, интриги, расследования. Все ищут, там какие-то метки подкидывают. Что вообще нахрен происходит? Кстати, что касается нашей необъятной страны, Тинькофф Банк выпустили сейчас карты Тинькофф Платинум в лимитированном дизайне. И этот дизайн, он отражает уникальность разных регионов в России. Тигр олицетворяет Дальний Восток, Орел олицетворяет Кавказ, Олень по Волжье, Медведь олицетворяет Сибирь, я из Сибири, Волк это Урал и Леопард это Юг. Так что вы можете выбрать свою карту с вечным бесплатным обслуживанием. Но это еще не все. Есть у этой карты еще другие ништяки. Кредитный лимит по этой карте до миллиона рублей. Кэшбэк до 30% по спецприложениям, где один бонус равен 1 рублю. Рассрочка до 12 месяцев на любые покупки. Вы просто в приложении Тинькофф выбираете недавно оплаченные покупки от 1 тысячи рублей и подключаете рассрочку. Ты даже можешь перевести деньги на дебетовую карту и снимать наличные в банкомате. Я вам уже рассказывал, карта Платинум меня очень часто выручала, когда я только приехал в Москву, когда у меня не было денег. Я часто залезал в этот кредитный лимит. И причем если вы потом вовремя обратно закидываете деньги, то процент вообще не платите. Очень удобно. Так что, ребята, не теряем времени. Карт реально мало. Это лимитированный дизайн. Переходите по ссылке в описании и заказывайте. И если до 30 ноября вы успеваете, то бесплатное обслуживание этой карты навсегда. Все. Мы покушаем, едем дальше. Мы уже возле отеля. Сейчас будем заселяться. На этом наш первый день заканчивается. Мотель 502-й километр. Наш ночлег на сегодня. Мы тормознулись между, получается, нижним и тибоксарами. Потому что по нашим расчетам и с учетом информации, которая у нас есть, мы уверены, что сейчас Феррари и Женя находятся в нижнем или за нижнем в лучшем случае. Поэтому положение выгодное у нас. Чуть-чуть промазали. Кажется, сюда не ставить, потому что птицы срут на машине. Видишь? Но я считаю, что ее надо спрятать, поэтому пусть лучше ее обосрут. Но все же поставим вот сюда аккуратненько. Да, Серега? Ты хочешь прям заехать? Блин, у нас так надо, у нас срочно прям. Ладно, пусть так все. Даже спать теперь со страхом, да? Что с утра выходишь, а у Феррари люди. Ну, будем надеяться, что здесь, в Саранске, нас не найдут. Ложитесь-ка все спать, да поживее. Этой ночью вам ничего не угрожает. Я надеюсь. Как такое возможно? В 8 утра они уже... Да они как будто знают, блин. Пиздец, блядь. Оп, выспались. Доброе утро, страна. Вау, еще даже не расцвело. Прошло целых три минуты. Мы спали из них одну. Пока стояли и спрашивали по поводу свободных номеров. Нам ответили, что номера только одноместные. На что мы спросили, можем ли мы хотя бы тогда по очереди помыться и выйти. Остальные посидят в холле, нам сказали нет. Гуф начал обзванивать отели, ближайшие к тому месту, где они, возможно, могут быть. В этот момент Гуф говорит, давайте, ладно, первый попавшийся. Хлобысь. Алло, здравствуйте, нам нужно два двухместных номера. Она говорит, все занято. Слушайте, а наши друзья, случайно, не у вас? Она такая, нет, я их жду. Евгений или Игорь? Нет, Сергей Борисович. А Сергей и Серега, это кто на крузаке едет сзади? Серега менеджер. Они через Серегу... Надо понять, он Борисович. Надо понять, Серега пронирует отель. Он обычно этим и занимается, но всеми такими рутинными делами. И они сейчас тупо туда едут. Да. Как нам узнать имя, фамилию Сереги? Попробуй перевод ему сделать. Там какая... Там не отчество. Какой ты гений! Ты что ты, блядь, шпаришь? Запомни, два часа ночи, 30 минут, это твое время. Что там? Он не Борисович? Ты ему перевела? Нет. Сергей Юрьевич? Сергей Юрьевич. Совпадение. Что она сейчас сидит и ждет, пока приедут четверо ребят? Да. И один из них Сергей. Доброй ночи, девушка. Вот звонили вам насчет пронирования на четырех человек. Да. А там еще не подъехали, ребята? То у нас связи с ними вообще нету. Нет, не подъехали. Я не знаю, может мы что-то путаем. Сергей Адамов, правильно пронирование? Да. Да. Я понял. Ну, ладно. Ну ладно, может выйдут на связь, может сейчас по дороге едут. Нет связи. Угу. Угу. Хорошо. Да ну нахуй! Короче, мы в Кстово под Нижним Новгородом сейчас идем к отелю, где предположительно находится Фера. Там ресепшене сказали то, что ожидает. Ну, короче, я здесь подошел. Написано круглосуточно, три звезды. Как бы с виду, если честно, ну не айс. Как минимум Феру я бы здесь не оставил. Плохо. Второй большой вопрос. Прошло два часа с момента того, как ребята позвонили в этот отель. Почему они до него еще не доехали? Может быть они нашли отель лучше, уже заселились и просто свое бронирование забыли отменить. Да. Запросто. Вообще смело. А могли они нас так запутать? Запросто. Могло, ну, до такого их фантазии дойти, чтобы нас запутать? У нас же дошла, мы в три часа ночи звоним какой-то рандомной женщине спросить, мы с друзьями потерялись, связи нет. Но мы точно сузили круг и мы уверены, что они в том городе. Не уверены. Они могут и в Чебоксарах Чувашию забронировать. Скажите, пожалуйста, остальные гостей, которые... Дубровский Евгений. Вот, Игорь Новиков. Да, это они гости к нам приехали. То есть на вас также сделаем бронирование, верно? Да. Через сколько вы прибудете примерно? Ну, я думаю, что в течение двух часов. Все, ждем вас, Мария. Хорошо, спасибо большое, ты с нами. Срочно, ВМВшникам. ВМВшникам заводи. ВМВшникам срочно звони. Саш, звонишь? Да. ВМВшников поднимаете. Да, нуля! Да, блядь! Че, Саранск? Адрес, адрес срочно. Гуф, у тебя же, да? Радисон. Да не может быть такого! Там пожирнее отель-то будет, и две машины, все совпало, и все номера она сверила. Ну, типа, чтобы, ну, неразглашение же есть. Да. А машинство... Лех, извини, чтобы уже мы их нашли. Да ладно. Они в Брэдисоне, в Саранске. В Саранске. К нам ближе всего, что ли? Да. Сейчас адрес в чате будет, давайте. А, босса! Блэд, девчата! Лушите свет, летим. Дайте кулачок быстро, Вадим! Блядь! Четыре часа ночи! Четыре часа ночи! Подготовь мне энергетик, пожалуйста, выезжаем. Кто первый встал, того и тапки хуябки, блядь. Чтобы вы понимали, мы сидим, наши ребята там сидят в кустах. Мы сидим-сидим-сидим, у нас уже сомнения закрались. Но какого хрена они все еще не приехали? То есть они три часа не могут доехать до своего отеля. Бред какой-то. Начали смотреть плюс-минус, что там где находится в трех часах. И там есть очень хороший отель Рэдисон, который находится как раз примерно в трех часах от предполагаемой точки поломки их. Звоним туда. Они убеждаются, что мы их точно знаем, что это наши друзья. И такие, ну да, они забронировали, они заселились. Мы поехали в сторону Казани, а BMW-шники поехали понизу. Как раз-таки где-то там теперь наш Женя. Он увидел, что по геопозиции, что мы все вот здесь вот находимся, все едем в Казань. И он такой, ну почему бы мне не свернуть в самый низ, чтобы не рисковать? А там-то наши люди. Может надо было... Время прибытия в 8 утра. Вы не забывайте, что за нами тоже следят. Они могли понять, что мы выехали. Мы в 8 утра там будем. Блин, BMW-шники, единственная надежда на них на самом деле. Блин, стой, 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 стой. Что мы сейчас попалимся? Мы сейчас очень сильно попалимся, мне кажется. Да пох, там наши ребята будут раньше, нет? Ты не понимаешь, они могут так же сейчас сорваться, просто выйти из отеля и уехать. На самом деле мы можем натворить херни. Да, да, да. Мы сейчас очень быстро спохватились, как будто бы, нет? Что, парковаться обратно к отелю? Да. И ждать BMW-шников, да? Не хочу запираться. Самое главное, реально перестать творить хрень и дождаться, когда... BMW-шникам час 35. Нам глав... Фух. Я аж паркинг забыл поставить. Нам главное перестать паниковать на данный момент. Да, мы... Перестать паниковать, заглушить машину и сидеть просто ждать. Холодный расчет. Когда мы убедимся, что BMW-шники все их видят, мы выезжаем. Еще очень много шансов сейчас у Антона. Они ближе всего к Жене сейчас находятся. И если бы у них была хотя бы долька информации, той, которая есть у нас... Поэтому, Антон, если ты сейчас смотришь это видео... У тебя были все шансы, дорогой. Но есть одно но. Мы рискуем. Женя сказал, что в 10 часов стартуем. Ну, где-то в 10 утра примерно. Сейчас уже нам показывают прибытие туда, к их гостинице, в 9.16. Они в это время просыпаются, первым делом заходят в геопозицию и видят, что мы уже возле них. Че они делают? Они с нереальной скоростью бегут к машине, во-первых. И просто валят со всех ног из этого отеля. Да, в этот момент наши BMW-шники садятся им на хвост. Эта операция называется... Тиски. План тиски. Мы их зажмем с двух сторон. Понимаете, что и вам теперь... Ну что я, блин, стесняюсь. Пизда вам! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. Сань. Да? Нам осталось 3 минуты. О, как это волнительно, пацаны. Это просто капец. Мы сидим так трясемся, мы так переживаем, что сейчас все стартанут. Нам тоже чуть-чуть стремновато, поэтому мы сейчас будем аккуратно прям это все делать. Вот она, гостиница, походу, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, мы сдаем. Какой суть, как стрелы, да, не могу. Просто трэш, блин. У меня холодно и жарко одновременно трясутся руки. Вот вопрос. Они сейчас уже все на панике и что-то уже заподозрили? Или они все еще спят сладким сном и ничего не понимают? А еще вопрос. Они не могли заныкать машины? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я крузак вижу. Крузак видишь? Да. Вон он стоит. Да, это Женин крузак. О, видишь? Да, Женин крузак стоит. И Фера стоит перед ним. ЕС, да. Заправляем машину, Вадим. Все, быстро. Все, ребят, мы к вам. Покажи нам ее только. Покажи, получится. Все, все, она стоит. Вот она. Пацаны, лучшие. Все, стойте там, следите за ними. Мы выезжаем, мы заправляем мороза с канистры, выезжаем. Сколько тут еды, блядь. Что это за бензопила, блядь? Что? Паша, ты где это взяла? Бам-бам-бам-бам. Что это? Извините за мат. Время ебашить. Саня. Еб... 4 часа, 4 08. Блин, это настолько впритык, как раз, когда они должны выезжать. Тут ведь даже не цель важна. Ну, в смысле, не вот, не машина, не деньги, а то, что мы это сделаем. Мы будем быстрее, умнее всех. Здесь направо. Нормально, они там, короче, в своей тактике придерживаются. Леха в машине сидит за памятником напротив отеля в кустах. Рома следит за углом, за главным входом из отеля. Другой Леха ходит за третьим углом, смотрит на машины, чтобы они никуда не делись. Так, настала наступная сеть, соответственно, мы можем глянуть геопозицию наших оппонентов. Психи до сих пор спят. Более, зато они выспятся. Тогда они, наверное, смогут выспиться нормально. Антон спит. Мога бы в Разомайся, так и спит. Тимас дома. Значит, мы уже дома. Все хорошо. Все на своих местах, кроме нас. Мы ближе всех сейчас к Жене. Нам 48 километров. Сейчас ребята, я думаю, уже будут просыпаться. И в тот момент, когда они будут просыпаться, сразу же начнут чекать геопозиции. Блин, я снимаю. Бля, мы только проснулись, короче. Вот. Вот так вот телефон посмотрели, такими глазами. Они уже через 20 минут будут здесь, в городе. Бля, я не понимаю, это вообще не по пути. Они каким-то образом, как будто узнали, что мы здесь. И это, развернулись и едут сюда, короче. Надо просто сваливать. У нас 20 минут. Серега, короче, мастера каким-то сраком будут здесь через 15 минут. Мы уже оделись и выходим. Вставайте и загоняйте. Блядь. А-а-а. 6-7. Как такое возможно, а? В 8 утра они уже... Бля, они как будто знают, где он. Я не знаю, когда они начнут. Общая тревога! Сейчас, 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 сейчас. Подожди, 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 подожди. Пиздец, блядь. Женя вышел. Сань, блин. Женя вышел, надо назад. Это очень плохо. Какого хрена Женя проснулся и вышел в 8 утра. Они тоже, наверное, ушли. Они нас спалили. Он завел машину. 22 минуты нам. Так. Нам главное уехать, если мы сейчас где-то спрячемся. Смотри, я еду из города в сторону Уфы. Я очень надеюсь, что они не сюда, ну, не это, не по этой дороге. Вообще никого нет, город спит. И вот одна такая движущаяся цель. Нам прямо все время. Да. А они там? Что вам надо сказать? Какой дорога они просто? Сверху приближаются. Блядь. Вот они. Охереть. Они уже здесь. Так как они спалили, блядь. Ну, не могли они спалить. Может, метка? Мы вчера нашли метку. Может, это их метка, блядь? Так раз должны идти. Ну, знаешь что? За нами нет курсака. Сейчас. А метка в курсаке. Я бы лучше Сереге не ехал за нами. Серег, давайте вы, короче, немножко отстанете от нас где-то в городе. Потеряйтесь. Посмотрим, что происходит. Да, в городе, где вообще вас точно не найдешь. Но если они к вам приедут туда, значит, это точно их метка. У каждого свои увлечения. Кто-то едет на Феррари через всю Россию. Кто-то играет на гитаре. Кому-то нравятся головоломки. Но у меня есть то, что понравится абсолютно всем. Ринг-стринг. Это универсальный набор для создания картины нитью. Вы превратите любую фотографию в настоящий шедевр. И для этого вам не нужны какие-то специальные навыки. Не нужно быть художником, чтобы создать картину. Причем в комплекте есть все необходимое. Инструкция, катушка, подставки для телефона и держатели для этой катушки. Туда же коробка трансформируется в удобный мольберт. Так что картину можно собирать прямо внутри нее и ничего не вытаскивать. Далее на сайт RedString загружаете любое фото, которое хотите превратить в картину нитью. И вот тут начинается весь кайф. Вы получаете голосовую инструкцию и под медитативную музыку вам диктор называет номер гвоздика. И вы тянете нить от гвоздика к гвоздику. И таким образом у вас получается картина. Я считаю, что это идеальный подарок. И человек получает картину, которую он создает своими руками. Это, знаете, даже круче, чем поход в спа. Потому что это и релакс, и творчество, и все в одном. По итогу у вас получается вот такая вот красота. Ссылку на официальный сайт RedString.ru я оставлю в описании под видео. Если вы еще не пробовали, не заказывали такие наборы, обязательно попробуйте. И вы точно не пожалеете. И чтобы вам их было еще выгоднее, можете использовать промокод ЖЕКИЧ. Он вам даст 15% скидку на заказ. Так что пользуйтесь. Ссылка там внизу в описании. Женя, по-любому не валит так, как мы валим. Он не сможет валить на этой машине так. Я не знаю, что у него до хвости ребята на сюда сидят. Но проблема в том, что за нами сейчас отчетливо будут следить. Настолько отчетливо, что просто охренеть. Если они сейчас этот перекресток проедут прямо, то мы можем спокойно вот так вот дать. А нам примерно в ту сторону и надо, да? Ну, да. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, они проехали прямо. Все, это почти. Пораяли дороги и прямо в их сторону поедем. Да? Ну, это очень рискованно. Прикольно. Поехали. Прямо поехали, да? Блядь, давай, давай. Вот сейчас нам нельзя, блядь, тормозить. Да давай же, блядь. Попытается съебаться. Не знаю, заболели нас нет. Блядь, шперг нет? Нет, я не вижу. Я тоже. Блядь, она же уже у нас была, ну чё, какого хрена? Чё всем не спится, блин? Похуй, вешаетесь прямо на хвост. Не-не, подожди, подожди, пусть они не палятся пока. Как только они спалятся, начнётся погоня. Нам в этом нахрен не надо. Блядь, дай. Не гони, не гони, вижу, ровно право, налево. Налево нам? Нам налево. Уверен? Маш? Да, но немножко подальше. Ещё дальше, да? Не паникуй, блядь, ну мы очень близко к ним, не очкуй, никуда он не денется. Проложи навигатор. Вот, смотри, вот мы нам налево, вот они. Понял. Да, короче, знаешь, в чём проблема? Они за нами едут. Они за нами едут. Да? Они не поехали к Серёге к отелю, они едут за нами, Жень. Как они едут, блядь, за нами? Каким сраком они это знают? Он сейчас будет пересекать Ару. Он, короче, едет на выезд из города. А ты тут откуда взялся? Вот они. Да, Фера. Фера не прошла. Бэха пошла, всё, Бэха за Ферой идёт. Они прям захерачивают за нами. Там другой дороги нет. Надо куда-то сваливать, Жень. Надо куда-то съезжать и прятаться. Знаешь, если они вот так делают, они за нами что-то делают, значит, они точно знают, где мы. Как мы спрячемся там? Я не знаю. Надо здесь любой съезд. Там за нами, возможно, машина какая-то едет, Жень. Ну, там надо хорошую. Нету никакой машины. Вообще нету. Там солярий с белым не смешал. Да нету, нету. Здесь направо вот сейчас съезд. Может дальше, да? Сейчас посмотрим, если это... Что, достижаем? Давай. Здравствуйте. Съехали. Сейчас вот если на нами... Смотри, хвост. Есть на нами кто-то? Блядь, за нами. Короче, за нами хвост. Там из БМВ-3 у чуваки. Там БМВ-7. Там БМВ-7, блядь. Блядь. Спалили сто процентов. ПМВ-шники спалились. Женя пнез жал на газ в пол. Жень, поворот. Жень, поворот, блядь. Телефон упал. Можем? Телефон упал. 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 Ну давай мы с ними договоримся, Женя, они сейчас с нами поедут. Ну что, по-своему, выглядел Саня, друзья, а как мы с ними договоримся, бля? Мы просто по населенному пункту хуярим, они остановились посередине, помахали нам ручкой и въебали дальше. И они, блядь, быстрые, поворачивают очень быстро. Да, и в окошко смотрят. Мы навстречу к ним налево, налево, налево. Мы сейчас, блядь, мы прям возле них уже, нахуй. Мы настолько близко сейчас к ним, мы срезали прям путь. Сейчас уйдем, знаешь как? Так. Я с темнота уберу, развернусь и буду ей навстречу ехать. Я понял. Блядь, снег? Нет. Откуда тут снег? Нет, не получится. Да они так же сделают. Мы сейчас едем к ним, мы сейчас едем в лапы к мастерской. Разворачивайся. Да, 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 да. Они остановились. Давай я с ними пробую наговориться, но я не знаю. Как будто без вариантов. Сколько вам денег надо? Ни сколько. Блядь, ну сотку. Блядь, дайте напору сейчас. Ну, блядь, ну нахуй я знаю. Сотка не говоришь? Нет. Это дело не в деньгах. Да в чем дело? Блядь, ну что за денег думаешь тут? Ну а нахуй блядь. Да. Нам налево, в любом случае назад. Мы уже очень близко к ним. Как будто его сейчас у нас прямо на встречке будет. Ох, как я сейчас подел уже. Эпоха. Так, не гони их в ванне, наши ребята стоят. А вон феррари. Стоит? По-моему едет от нас. Блядь. Блядь. Просто вот эта дорога именно одна, со снегом, а потом там вон они... Вон они... вон они психи. Всё, мастера нас догнали! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О, привет! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? У нас замечательно! Блядь, вы часто нас настигли. Как они нас нашли? Я скажу так, у вас есть крыса, и вы даже не знаете, этот человек не из нашего окружения. Ты того метку положил? Никакой метки. Никакой метки. Никаких игр против правил. Клянусь, своей жизнью клянусь, мы ни разу за эту игру не нарушили правила. Клянусь. Серьезно. Кто-то сдал нас, где мы находимся? Кто это? Хостел. Отель. Нас мы застелили в отель, только за счет этого мы сидели дальше в машине и начали мониторить. Мы даже машину заправляли с канистры возле отеля, чтобы вы не видели, что мы стартанули. А в этот момент БМВшники уже вас мониторили возле отеля. Как только БМВшники подъехали к вам, мы стартанули. Ну что, друзья, я так понимаю, мы победили. БМВшники подъехали к нам, но к сожалению, блядь, просто к сожалению, Квашина, вы не первые, кто нас нашел. Как это? Ну сами охуели. Видишь, всем кажется, что мы зря время теряем. Это только так кажется. А еще приятный бонус для всех вас. Мы параллельно запустили погоню за Феррари на нашем сервере GTA 5 RP Дубровский Синдикат. Каждый, кто наиграет 50 часов за 7 дней, получит вот такую эксклюзивную Феррари бесплатно. Ссылка будет в описании.